Добрый вечер, друзья. Сегодня в главной роли председатель правления студии «Союзмультфильм» и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева. Очень рада вас видеть, Юлиана. Взаимно. Здравствуйте. Сразу хочу сказать огромное спасибо вашим родителям за то, что выбрали такое красивое имя. Я очень редко в жизни встречала своих тесок, поэтому мне очень приятно это тоже. Да. «Союзмультфильм», давайте начнем, наверное, с него. Мы видим, как стремительно развиваются компьютерно-цифровые возможности. Они становятся с каждым годом все безграничнее и безграничнее. По очищениям, насколько это влияет на развитие и производство мультфильмов? Вы знаете, влияет прямым образом. Когда я пришла в анимацию 4 года назад, пришла я в нее из телевидения, где вообще все процессы происходят достаточно быстро. То есть быстро снимаются телевизионные проекты, быстро снимаются телевизионные сериалы. То есть можно за год снять хороший сезон телевизионного сериала. Когда я в анимации обнаружила, что темпы все во много раз медленнее. 4 года назад хорошая большая анимационная студия производила 12 эпизодов одного сериала в год. То есть 12 серий анимационных. Смотрите, мы за 4 года сделали индустриально в целом огромный прорыв. Сейчас «Союзмультфильм» в этом году произведет почти 200 серий за один год. И, конечно, стало это возможно. Такие скорости и темпы стали возможны благодаря развитию новых технологий, новых движков, новых возможностей, на которых сегодня работает анимация. Но тем самым ручной труд, когда по старинке, как в случае с нашими метрами, все рисовалось, он стал еще более ценным? Вы знаете, он стал еще более ценным. И, кроме того, я вам скажу, он сегодня самый дорогой. Самая дорогая техника анимации сегодня – это рисованная анимация. В ней сегодня выходит наш новый сериал «Простоквашина», в котором мы создали уже более 40 серий новых по 6,5 минут каждая. Он продолжает производиться в этой технике. Знаете, если бы мне 4 года назад кто-нибудь сказал, что это будет так тяжело и так дорого, я бы, конечно, все сделала для того, чтобы заменить технику. Но я была в анимации неопытной. Меня все убедили, что для сохранения атмосферы сериала обязательно нужно производить его рисованный. Это когда сегодня художник рисует не на кальке, как он делал это раньше, а он рисует стилосом на тачпеде, и потом это переводится в компьютер. Но он все равно рисует. Он рисует отдельно руку, отдельно ногу, отдельно все движения. И это очень дорого. То есть это получается дороже, чем самый дорогой 3D. Это вот эта техника рисованной анимации. В такой же технике мы в прошлом году сделали один эпизод про Умку. Если помните, Умка не был доделан. Было два эпизода, и Умка так и не нашел. Умка искал друга и не нашел его. Вот в третьем эпизоде у нас Умка нашел своего друга. И мы сделали его тоже в этой технике рисованной анимации. Это, конечно, очень красиво, но очень сложно. Сегодня мы не можем не думать, кроме искусства и культурного слоя в анимации, мы должны думать об экономической эффективности. Мы просто обязаны. Поэтому, конечно, сегодня мы используем более быстрые технологии. Но это не значит, что все эскизы не отрисованы руками. Потому что для каждого проекта как минимум 10 вариаций персонажей рисуются. И, конечно, они рисуются обычным нашим по старинке образом. А дальше они уже переносятся в технологию. В зависимости от того, какой это проект. Или в 2D, в простую технологию, которая больше всего близка к рисованной анимации. Или в 3D, в объемную. Или в пластилиновую. Или в кукольную. Мы единственные, кто до сих пор продолжает производить и пластилиновую, и кукольную анимации. Но масштабы, наверное, вот таких фильмов сейчас резко сократились. Резко сократились. И они нами производятся исключительно ради сохранения наследия. И сохранения этих техник. Потому что, конечно, сегодня пластилиновую анимацию можно было бы заменить 3D. Но вот эта вот пластика работы с пластилином, это технология, которая сегодня сохранилась у единиц людей. И у нас на студии это делает Сергей Меринов, который, безусловно, признанный мэтр в этой области. Мы ради того, чтобы сохранялась эта техника, ради того, чтобы было наследие, и кому было передавать эти умения, мы сохраняем и пластилиновую, и то же самое с кукольной анимацией. Есть ли какие-то особые технологии? И почему-то сразу вспоминается в связи с этим дважды Оскаровский лауреат. Александр Петров, да, с маслом по стеклу. Он был у нас в этой студии, и я имел счастье и удовольствие с ним общаться. И вот такие штучные вещи «Союзмультфильмом» поддерживаются? Вы знаете, поддерживаются в данном случае. Мы не участвуем в проектах Александра Петрова, потому что он сам так решил, и он самостоятельно может их двигать. Я считаю, что все его проекты относятся к сфере шедевров культуры, и это должно особым образом поддерживаться, и особым образом потом сохраняться, потому что это большое искусство. Но мы поддерживаем очень много авторских проектов, и когда автор сам выбирает технику, в которой он работает, именно поэтому сохраняется и пластилиновая анимация, и кукольная. У нас был прекрасный мультфильм «Два трамвая» Светланы Андриановой, который был полностью сделан из деревянных кукол. То есть это кукольный мультфильм, и декорация к этому мультфильму стоит сегодня в нашем музее, где представлено все, что касается «Золотой коллекции», а современная анимация представлена именно декорацией из кукольного мультфильма «Два трамвая». Поэтому мы, конечно, поддерживаем. Если мы выбрали автора и режиссера, и решили, что мы будем с ним работать, мы будем поддерживать его короткометражку, то он волен сам выбирать технику. А где все это можно увидеть, вот эти новинки? Основная площадка для просмотра – Это интернет или есть определенный ресурс «Союзмультфильма»? Вы знаете, это очень правильный вопрос, потому что когда я пришла на «Союзмультфильм» с новой командой, то мы обнаружили, что никакие из короткометражек, которые делались за последние 20 лет, не увидели зрителя. Они максимум доезжали до фестивалей, показывались там, и после этого складывались в стол. Катастрофа. Это была действительно катастрофа. Вообще студия представляла из себя катастрофу, честно. То есть мы за последние 4 года разгребали последствия предыдущих 30 лет, включая, собственно, возврат на студию, сохранение того самого наследия, о котором все говорят. Вот эта золотая коллекция, о которой все говорят, и за нее все бились. Когда мы пришли, она студии не принадлежала. И студия фактически ничего на этой коллекции не могла не заработать, ничего с ней сделать, потому что она была в разных руках, только не в руках студии. Поэтому это в целом была катастрофа. И то, что короткометражки авторские делались, но никуда дальше не шли, это, конечно, был очень большой провал. Мы что сделали? Мы все эти короткометражки разделили по тематическим блокам. Сделали из них каталог. Есть про добро, про школу, про любовь, про весну, про времена года в целом, сказочные, взрослые. И мы их разделили. И таким образом мы начали их продавать. Пусть это приносит небольшие деньги студии, но зато они увидели зрителя. Канал «Карусель» взял у нас все детские короткометражки. То есть все, что было сделано для аудитории детей, показывает «Карусель», причем регулярно. А интернет-платформы купили у нас всю коллекцию, включая и взрослые, и детские короткометражки. И сегодня все это можно найти. Сегодня ограниченное количество платформ это показывает, но мы специально это сделали, потому что было очень много пиратства. Мы как только выпускали этот открытый доступ, например, на YouTube, а три года это все было на YouTube, на нашем канале, это появлялось просто везде. И мы, конечно, очень сильно теряли в доходах как студия. И для авторов это, наверное, хорошо, потому что это очень сильно мультиплицировало эффект. Но все равно, честно, брали, пиратство брало только самые известные, понимаете, 20 наших самых известных франшиз и брендов. А авторские каменажки от этого большего распространения не получали. Сейчас они на ограниченном количестве платформ, в основном под подписной модели, но зато их точно посмотрят те, кто хочет посмотреть авторское кино. Ну, так как вот с вашими новинками для совсем маленьких, это такая, это мультфильмы, но такие очень музыкальные. Да, это правда. Пропитанные музыкой, я имею в виду енотки. Да. И если мне не изменяет память, еще прекрасное название, очень нравится. «Зебра в клеточку» с музыкой Максима Данаевского. Совершенно верно, да. А «Оранжевая корова» с музыкой Зацепина. Да, открывающую песню к «Оранжевой корове» написал Зацепин. Вечно молодой. Молодой, совершенно верно. Вы знаете, нам очень это нравится. Нам кажется, что это как раз примеряет опыт и наследие со современностью. То, что мы привлекаем композиторов, которые исторически писали для анимации, которых точно знают и любят родители, и они доверяют тому, что если музыка этих композиторов в наших мультфильмах, значит, это не может быть плохо. Они, поверьте мне, дотошно отсматривают каждый эпизод каждого персонажа, потому что для них небезразлично, в каком мультфильме, о чем будет их мелодия. «Нава ДНХ» – это сезонная история, связанная с «Союзмультфильмом»? Или можно круглогодично переходить? Нет, это история, я надеюсь, навсегда. Это «Союзмультпарк». И это первый мультимедийный парк в России. На самом деле в Европе мы тоже не знаем подобных аналогов. Мы знаем их в Азии, в Токио, в Сингапуре, но больше нигде. Это мультимедийные аттракционы, которые позволяют зрителю, ребенку, родителю погрузиться в атмосферу мультфильмов, в «Союзмультфильмы», как старых, так и новых. И это круглогодичная история. Это очень интересное, это просто погружение в мир мультфильмов. Обязательно каждому надо сходить, взрослому тоже будет интересно. Я помню, когда я маленьким приходил смотреть в кино фильмы, сделанные на киностудии имени Горького, в журналах иногда, журналы предварительно, не реклама, как сейчас, а какие-то замечательные мультфильмы. Вот таким образом я пытаюсь плавно перейти на то, что происходит сейчас в студии Горького. Я так понимаю, что тоже там пришлось реактивно и оперативно принимать массу решений, для того, чтобы все это вообще окончательно не утонуло. Что самое главное? Сценарий, опять же, оборудование, техника. Что самое главное? Самое главное сценарий. Вы прямо начали, да, и попали в точку. На самом деле, самое главное глобально на киностудии Горького – это вернуть студии генетическую память, что она когда-то умела производить очень качественное детское и молодежное кино. Так же было на «Союзмультфильме». Мы когда пришли, самая главная проблема, с которой мы столкнулись, это то, что не было, собственно, творческих людей. На студии работало 60 человек, с которых 50 человек, была администрация. А 10 человек числились в творческо-производственном объединении «Союзмультфильм», но на студии их физически не было. Поэтому, конечно, она все забыла. И когда мне стали приходить люди предлагать мне снимать дорогостоящие полнометражные анимационные фильмы, и мои сотрудники, продюсеры стали приходить, давай вот это, давай вот это сделаем, я всем сказала, стоп, мы первые два года ничего, кроме самых простых сериалов, делать не будем. Мы сейчас технику 2D освоим, мы вернем студии вот эту самую память, что она производила рисованную анимацию, 2D, пластилин, и только после этого маленькими шагами мы пойдем даже в 3D. Мы первые два с половиной года даже не приступали ни к одному 3D-шному проекту. А на студии Горького? А на Горького то же самое. Они производили, и производили даже в последние 20 лет. Но вы не видели ни одного фильма с лейблом студии Горького за эти 20 лет, потому что это было производство в стол. Во-первых, производство за мизерные деньги. Почему они мизерные? Потому что Министерство культуры же поддерживает кинематографию, поддерживало в том числе и киностудию Горького. Но только этих денег, которые дает Министерство культуры, никогда не хватает. Это максимум 50% от стоимости фильма. Еще 50% нужно или собственных вложить в студийных, или найти на стороне. Так вот эти деньги не находились, поэтому на 50% от стоимости фильма фильмы и снимались. Поэтому, знаете, загадок не бывает. Все разгадывается очень просто. Поэтому и получалось плохое кино. Соответственно, все, что мы нашли сложенное в стол, в отличие от «Союзмультфильма», даже невозможно продать, потому что он не представляет никакой ценности. Если короткометражки «Союзмультфильма» сохраняли ту память и тот культурный код, который был на «Союзмультфильме», до сериальных, зрительских не снималось 30 лет, но в короткометражке были деланы очень хорошими режиссерами, то здесь даже нечего было поднять. За последние 10 лет мы пересмотрели все. И документальное, и художественное, которое делалось, и на самом деле вообще ничего не нашли. Соответственно, мы начали заново. Мы сформировали продюсерский центр. Первое, что я сделала... То есть главная задача, которую мне ставило Министерство культуры, когда просило меня возглавить студию, это вернуть студию профильную деятельность. Не сдачу в аренду помещений, как это было много лет, а профильную деятельность. И мы создали продюсерский центр и объявили сразу два так называемых опен-колла, два больших питчинга на приглашение к нам, молодых авторов, режиссеров, для того, чтобы вместе с ними снимать кино. И мы даже возрастной цен за ограничили, правильно мы сделали или нет, но тем не менее мы захотели привлечь авторов возрастом до 35 лет. И в документалке у нас это получилось. Мы получили порядка 120 заявок, из которых 10 мы пригласили на очный питчинг с очным представлением проекта нам, как это делает, например, Минкульт или Фонд кино. И собирались выбрать один фильм на поддержку, а выбрали три. И профинансируем в результате три документальных фильма, произведенных авторами возраста до 35 лет. А с игровым кино у нас сейчас идет этот открытый сбор заявок именно на детское и подростковое кино. Хочу вам сказать, что это очень сложно. Сейчас, когда мы говорим о большом детском кино, то мы думаем форматами таких денег, которые, конечно, сегодня невозможно получить у государства, их надо найти на рынке. Для того, чтобы их найти на рынке, оно должно... Люди должны понимать, что что-то вернется. Что вернется, хотя бы что-то вернется. Вы совершенно правы. Ну что ж, удачи. То, что касается киностудии Игорькова, мы просто кидаем в камеры клич. Друзья, не теряйтесь. Вполне возможно, что это ваш шанс прославится и сделает что-то очень-очень полезное для наших детишек, для наших ребят. Сделать какого-то своего крокодила-гену. Или электроника, или гости из будущего. Конечно, конечно, конечно. Вы знаете, мы вам и не снилось. Мы делаем новую версию фильма. Вам и не снилось. Мы купили права на новую экранизацию и сделаем новую версию. Не ремейк, не ребут, а просто новую экранизацию по-другому, современным взглядом, снятую этой повесть, этого романа. Этого романа. Этого романа, да. Поэтому мы очень ищем новых создателей электроника, новых создателей «Чудак из 5-го Б», «Усатый нянь» и так далее. Все легендарные картины студии Горького. Спасибо вам большое, Юлиана. Спасибо, Юлиан. Спасибо большое. Юлиана Слащева сегодня в главной роли. И мы говорили и о «Союзмультфильме», и о киностудии имени Горького. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова